Памятные мероприятия прошли и в Сочи. На воинском мемориале в завокзальном микрорайоне состоялась акция, посвященная Дню Защитника Отечества. Кроме этого, по сложившейся традиции принято навещать ветеранов. На одну из таких встреч вместе с депутатом Государственной Думы Константином Затулиным побывала и наша съемочная группа. Продолжит Евгений Ивашова. Мы вам очень благодарны за то, что вы, во-первых, и главное, как и ваши сверстники тогда принесли нам в конечном счете будущее. Депутат Государственной Думы пришел в гости к участнику Сталинградской битвы. 97-летний ветеран Георгий Гордиенко поблагодарил гостей за внимание. Константин Затулин, в свою очередь, предложил встретиться с ветераном через три года в торжественной обстановке. 97-й год. Поэтому я думаю, что мы с вами должны будем обязательно столетие отметить торжественно, чтобы все было хорошо. Константин Затулин отметил, что внимание к ветеранам Великой Отечественной войны – это самое маленькое толико, что мы можем для них сделать за их подвиги, мужество и героизм. После войны, хочу сказать, они ведь не сидели сложа руками. Все то, что вокруг нас, это все результат работы предыдущих поколений, нынешних поколений. Но надеюсь, что все те, с кем мы встречались и те, с кем мы не смогли встретиться, ветераны, живущие у нас в Сочи, все они будут дышать чистым сочинским воздухом и жить еще долго. Слова благодарности в праздничные дни адресованы всем, кто стоит на страже интересов России, охраняет ее границы, обеспечивает безопасность как внутри страны, так и за ее пределами. В День защитника Отечества принято вспоминать и тех героев, которые не дожили до наших дней. Их память почтили глава города Алексей Копогородский, председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов и депутат Государственной думы Константин Затулин, возложив цветы к вечному огню. В торжественном мероприятии также приняли участие руководители силовых структур, правоохранительных органов, военнослужащие сочинского военного гарнизона, представители национальных общин и обществ города Сочи, а также казаки, кадеты и юноармейцы. Под звуки метронома собравшиеся почтили память ушедших защитников Отечества минутой молчания. Школьникам в этот день выпала честь отдать дань уважения воинам, приняв участие в акции «Огонь памяти». Она посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны. Я думаю, что для нас это как честь, как возможность прикоснуться к вечному празднику, к понятию того, что мы делаем, зачем. Это чувство защиты Родины и патриотизма. В системе образования города Сочи патриотическому воспитанию уделяется достаточно большое внимание. Памятная акция в День защитника Отечества далеко не единственная. Мы пытаемся в каждую акцию внести смысл, понятный каждому ребенку, и зацепить их вот этой памятью и восхищением теми военными, которые сейчас защищают наши просторы в России. Лампадки с огнем с завокзального мемориального комплекса, где захоронены более 4000 воинов, скончавшихся от ран в сочинских госпиталях, передали представителям военно-патриотических клубов казачьих и кадетских классов. Они, в свою очередь, отвезут их на памятные захоронения во все внутригородские районы города Сочи. Евгения Ивашова, Дмитрий Петрий. Время новостей.